Мы работаем с материалом, который называется оксид графена. По сути, он представляет собой графит, такой же, как в карандашах. Мы обработаны очень сильным окислителем. В этой томской лаборатории оксид графена рассматривают в качестве чернил для таких тату. Но пока идут эксперименты, их наносят не на кожу, а на стекло и полимеры. Потом же их будут не набивать, а переносить на тело, как переводные картинки. Электронная татуировка будет использоваться для считывания биометрических показателей пациента. В частности, это может быть удобно, если человек уходит на амбулаторное лечение. Тату-сенсоры могут снимать информацию о влажности, температуре тела, а также принимать сигналы от мышц и даже мозга. И передавать их, скажем, на смартфон, управлять которым можно будет вот так, просто водя пальцем по запястью. Это уже разработка американских ученых. И они же говорят о том, что сенсоры можно не переводить, а вот так, печатать на коже с помощью принтера. Какая технология победит, неизвестно. Но понятно, что похвастаться нательной электроникой скоро смогут не только энтузиасты-биохакеры.